Здравствуйте! Хочу поприветствовать тех, кто пришёл первый раз. Проходите почаще. Сегодня мы продолжаем цикл лекций. Который проводит союз возрождения родословных традиций. У нас существует проект, который называется «Жизни наших предков». И связанный с ним цикл лекций. Сегодня у нас прекрасный докладчик, который уже выступает не первый раз. И очень успешно. Поэтому мы пригласили её и второй раз выступить. Думаю, вам всем очень понравится. Она расскажет о замечательном человеке, известном учёном, первом ректоре Пермского университета, который является её родственником, двоюродным дедом, так скажем. Да? Правильно? В Покровском, последний день, Дарья Голозовича. Ещё я скажу, что лекции у нас проходят ежемесячно. То есть в последний четверг каждого месяца. Об этом у нас идёт реклама на сайте, на форуме, в соцсетях. Так, следите, пожалуйста, приходите. И ещё хочу сказать, что после лекции мы не расходимся, у нас обязательно черепитие. Поздаю микрофон. Наши уважаемые догладщицы. Слушаем внимательно. Я смотрю, там гриб видно покосил людей, у нас сюда попозже бывает. Ну, кто-то будет ещё подходить. Ничего, мы после, если даже что-то не расслышите, или захочете что-то посмотреть, у нас ведётся запись теперь, и у нас каждая наша лекция записывается, мы выкладываем их, ссылки даём на форуме. Можно всегда посмотреть, если вы не попадаете к нам на встречи. Я прошу прощения, что я буду сидеть, мне сложновато немножко стоять, в силу некоторых моментов. Вот так получилось, что неожиданно мне предложили лекцию провести. По сути, это получается предпрезентация книги, которая, я надеюсь, в ближайшие 2-3 года-3 месяца должна выйти. Она уже написана, сейчас идёт техническая доработка. Вот так и получилось. Когда я предпределяю, книга будет с тем же названием «Сверяя жизнь по звёздам» Бокровский Константин Дальмедонтович. Но Юля уже сказала, что это брат моего дедушки, то есть достаточно близкая связь. И получилось так, что когда я думала, как написать эту книгу, как, это очень сложно, потому что сама по себе личность неординарная такая. И область, в которой я наработала, она абсолютно далека от меня. И уже есть прекрасные статьи профессоров того же Пермского университета, которые, ну, просто страшно переделывают, потому что лучше их никто не скажет, они коллеги. И в то же время эта книга родословный, куда мне хотелось. Очень много, лучше всё впихнуть, всё, что я знаю, для того, чтобы это осталось потомком нашим. И книга о нём. И ещё сложность с написанием этой книги были в том, что практически нет документов. Почему вы поймёте по ходу рассказа? Очень сложная и трагическая судьба была у этого человека. И поэтому всё, что я сегодня расскажу, это собиралось буквально по крупичкам, по капелькам, с массой-массой различных поисков. И меня всегда спрашивают, а как вот искать, где вы искали, какие вы использовали архивы? Ну, во-первых, начнём с того, что это Тартусский архив. Там мне очень помогли. Вообще, Привалтска мне очень помогла. У них есть такой портал «Русские в Латвии». И там потрясающие грамотные люди, профессуры. И вот я с ними списалась, и они мне много дали материала. Они меня познакомили с замечательным архивистом, который уже старенькая на пенсии. И она отозвалась, и она помнит вообще весь архив вот здесь в голове. И она мне прямо весь, всё-всё-всё-всё-всё вот так вот выдала. Это шоу, эстонский архив. Очень хороший архив ЦИАМ. Там я практически всё основное, основные материалы, веки и метрики, всё нашла там, потому что учились. Мои родственники там учились. Пермский архив, Нижегородский архив, большой поклон исследованиями из Нижнего Новгорода, потому что в Нижнем Новгороде я в архиве не работала, и пока у меня такой возможности, и по времени там сложно работать. Но они мне очень-очень много прислали. В частности, они помогли мне восстановить этот мостик нашего родства. А почему я говорю мостик? Потому что я искала дедушку, о котором я вообще ничего, вообще в принципе ничего не знала, кроме того, что его зовут Николай по отчеству папы. А папа осиротел в 4 года, поэтому и у папы вот всё, что можно было, какие-то странные легенды, абсолютно непонятные, он не знал никто, ничто. И в конечном итоге эти легенды, в частности, я в книге одну развеяла из них и подтвердила одновременно, уточнила просто эту легенду. И в общем, а потом ещё моё детское восприятие было, в общем, каша была полная в голове, и я начала искать папу сначала восстанавливать, хотела просто о его жизни написать, а потом пошло, 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 пошло. И в результате ко мне посыпались Покровские. Я там такая редкая фамилия, ну куда там. И вот посыпались Покровские, и первым, у меня всё время вот так его подал Константин, 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 причём вот так, вот столько информации, вот чуть-чуть, вот немножечко. И мне мои старшие товарищи сказали, вот возьми этот материал, вот попробуй отсюда скакать, вот это твои, я говорю, ну где мой дедушка там где-то у феи, где вот этот Константин где-то в Прибалтике, как-то и вообще, непонятно абсолютно. В конечном итоге два года я доказывала это родство, и вот поисковики-генеалоги из, не поисковики, генеалоги из Нижнего Новгорода помогли мне это сделать, потому что они мне ткнули носом совсем неумелую, ещё совсем зелёную, показали и в метриках, и в... в общем, что это мои родственники, мой прямой родственник. И так получилось, что о нём я собрала гораздо быстрее и больше материала, чем о прямой своей веточке. И жизнь, судьба этого человека, настолько его детей, настолько меня затронула, что я просто как-то и взялась в первую очередь писать о нём, и невозможно было не написать книгу. Я связалась с Пермским университетом, мы уже два года, даже три года уже дружим с их музеем. Они очень хорошие люди откликнулись. В общем, я туда один раз съездила, потом я второй раз съездила к ним, и что-то там мы обменялись какой-то информацией. У него о нём сказаны удивительные слова, вернее, не о нём, а относящиеся, наверное, в прямую к нему. Вокруг сияющего света кружатся лёгкие кометы, сгорают их мечты и грёзы под жгучим солнечным лучом, и часто падают их слёзы с небом, полненным дождём. Это звёздные песни. Вот это, наверное, очень отражает хорошо его судьбу и его жизнь. Кто же такой Константин Дармидонтович Покровский? Это большой учёный с мировым именем, большой учёный первой половины XX века и конца XIX века, астроном. Он не только был учёным, он ещё и считал, его кредо было это наука и популяризация знаний. Он очень много статей писал. Он основал журнал «Природа», и в 1934 году, я насчитала, в 1934 году у него было больше 72 публикаций, только в этом журнале. Человек, который много работал с западными учёными, его там очень уважали, знали, то есть его имя в своё время было очень-очень на слуху и уважаемо. Он работал в пяти, преподавал в пяти университетах. Он преподавал в геодезическом институте, в военных институтах. И вот отсюда пошла легенда о том, что у нас был, я думаю, что это мой дедушка сначала, что был профессор, который был генерал, который на самом деле был не генерал, а профессор, потому что преподавал в военных вузах. И я вот искала там, в общем, я запуталась там совсем. Оказалось, что звание профессора его чин по табель по рангам, он соответствовал генеральскому чину. И вот так вот в детской осознании прям преломилось это. А у меня уже, я же ребёнок, у меня там дед генерал, у меня там бабушка генеральская, дочка там, или в общем, что-то я там наговорила с трекором, и так это засело ко мне. Вот с таким багажом я пришла к обеску. И все и сказали, где же этот генерал? И вот только в конце, конце совсем поиска, пришла информация, когда надпись на фотографии случайно, он сидит в форме, и его сын написал рукой, я покажу вам эту фотографию, что вот откуда генерал-то вышел. И по его учебникам училась гимназия, учились в возе первой половины 20 века. И до сих пор его литература, его работы пользуются огромным-огромным уважением. И, конечно, ушла наука далеко вперед, но тем не менее, это имя в этой области знают. Несмотря на то, что оно было вымрано, вычищено из всех архивов, из библиотек, из упоминаний, как-то часто бывает, было в воспале нашей страны. У него очень интересные... Мне он интересен был как личность, потому что, ну, как ученый, я что-то там на покровках могла набрать. И вот когда я насобирала каких-то отзывов, тоже кусочками, там где-то, там где-то нашла в литературе отзывы о нем, высказывания, очень много пишут о нем студенты, о том, что это был блестящий лектор, который мог назвать любую цифру, математик же там назвал какую-то цифру, и начинает так. А теперь так. А историю вы знаете? Как? Вы не знаете 1600 какой-то там год? А назвал цифру 1600 там чего-то, не год, а просто цифру. А с этой цифрой связана история нашей страны, то есть он очень русский был человек, очень любил Россию. И он начинает рассказывать, и еще параллельно, то есть он просветитель был во всех областях, у него кругозор был колоссальный. Пишут о нем как об очень интересном собеседнике, как человеком абсолютно лишенных заносчивости. Он был прост и со студентами, и с коллегами своими, и начальством никогда не кланялся, но всегда был с достоинством, вежлив. Ну образец такого. Я немножко побаиваюсь, когда я встречаюсь с такими образом человека. Знаете, я немножко боюсь полированных образов. И мне хотелось найти, но все-таки вот так делаем, вот должен быть живой человек. Это вот единственный человек, вот из всех своих поисков, где мне не за что было зацепиться. Причем читаешь и простые отзывы какие-то, и судьбу его читаешь, и понимаешь, что да, вероятно, это был достаточно уникальный по своим нравственным качествам человек. Он был прекрасным педагогом, я уже сказала. Теперь о нем отзывались и коллеги, и знакомые, и его соотечественники, что он был прекрасным семьянином. И об этом я подробнее расскажу вам. И очень уважали его иностранные коллеги. Он часто ездил в командировки туда, и это потом сказалось на его судьбе. Ну научная деятельность. Вот у меня очень интересный. Один маленький листик, он вообще вот такой по размеру в архиве. Вот такой. Мелким почерком, он просто написан. И с той стороны тоже. И таких 13 листов. Это он писал в 30... Ой, как уже? В 34-м году он собственной рукой здесь заполнял, в Академии наук заполнял все свои... Что-то помню, что-то не помню, что-то его научные труды. Ну можете представить. То есть, в общем, у него к 36-му году, только вот по перечислению, было более 155 печатных работ, только известно. Не говоря о выступлениях каких-то его. Я уже говорила, что журнал «Природа» он организовал в 12-м году. И учебник наиболее яркий того времени работы. И это учебник космографии. Вот по нему учились в... Вот учебник космографии справа, сверху. И к нему звездный атлас. И вот звездный атлас и учебник космографии принесли ему мировую славу. И атлас был так сделан, что по нему не только ученые могли работать, а и любые любители астрономии. Поэтому это нарасхват было. И вот эти его работы выдержали 4 издания, что для тех времен было очень и очень. Там 3 только иностранных издания и наше издание. И даже после революции она издавалась, эти работы. Очень интересно. Здесь документ слева. Казенная палата нам написана. Я его откопала в эстонском архиве. Это документ, который ему выдает 500 рублей премии. Это премия Петра I. Петра II и Николая II. Это вот премия такая. Считалась большая премия. Я должна сказать, что благодаря его какие-то, может быть, порядочные люди, они во все времена не очень удобны были для других. Несмотря на то, что он неконфитный был человек. Но не очень-то жаловали наградами. У него не так много государственных наград. Но у него огромное количество признаний и различных наград его коллег, его слушателей. Я здесь не могу привести их все примеры. Ну, перечислять. Это уже не так важно. И он всегда на всех профессиональных собраниях каких-то, со своими коллегами, он всегда ведущую роль играл. И вот мне было интересно, откуда же, да, и вот у него работа была потрясающая. Я нашла, вот обратилась к своим коллегам-генеалогам, говорю, да что же вот это такое? Вот его паспорт, я там три штуки в архиве нашла. И они все-все вот так вот испечатлены. Я думаю, неужели там жил везде? Стали разбираться. Потом, наконец-то, дошло до нас. Это командировки. Он же приезжал и отмечался. Приезжал и отмечался в этих командировках. Я когда примерно просчитала здесь видимые где-то его места, то есть постоянно человек, при этом он работал в обсерватории, при этом он преподавал в нескольких институтах и разъезжал, то есть человек вот в такой энергии был колоссальный. Наглядный пример. Мне, вы меня простите, у меня сухнет горло немножечко. Мне интересно было, конечно, в какой атмосфере вот такая личность образовалась, да? Как воспитывали, как он развивался, откуда такое? И Рот Мокровский, он, это, я когда посмотрела сейчас на то, что я нашла, а тут еще на меня оброшлись параллельные ветки, неожиданно, буквально неделю назад, целая ветка, которая великолепно отработана параллословной, то есть у меня вообще тут компьютер, забить весь этой информацией. И это духовенство Нижегородской области, Нижегородской губернии. От Тьячков до самых-самых верхов духовенства. И очень интересно, что когда я сейчас посмотрела вот сетку карты и по названиям тех мест, где служили Покровские, скажем так, и свойственники, и родственники Покровских, потому что там фамилии разные, вы знаете, что в семинарии, там и при учебе в одной семье могло встретиться до пяти этих разных фамилий. Ну, по крайней мере, это вся родня. И все они вот так, прям как сеточкой такой накрыты, вся Нижегородская губерния. И в нашем, сказать только одно, что в нашем вродстве, в каком, я еще не нашла, дом епископ Арсаманский, схимник и Ермия, Иордан Иванович Соловьев. Он большое влияние оказал на моего прадеда своими беседами. Я нашла его потомков, родственников, но я не... Мы пока не нашли мостика. Хотя документы есть, и некролог, и какие-то документы, где говорится о том, что это мы просто стояли в городстве. И вот последние мои родственники по их ветке, там был патриарх московский, всеярусский Сергий Строгородский. Это по браку, конечно, они не по крови нам. Но, тем не менее, вот это окружение, оно большое влияние оказывало. Они, конечно, все общались друг с другом, оказали на формирование Константина Дормидонтовича. Очень примечательный прадед у нас. Интереснейшая вот эта фотография. Я писала на форуме, когда я... Фотографий вообще не было, ни деда, только бабушке две фотографии было. И меня спрашивает из Нижнего Новгорода Марина Гелеевна Иванова такая, говорит, а у вас есть фотография? Я говорю, да что, откуда? И пока мы с ней говорили, она говорит, я тоже не встречала. Вот пока мы говорили, именно в эти дни их отец Тихон заходит в антиквальную лавку и покупает там вот эту фотографию, на которой точно личная печать Константина, то есть этого самого, моего Дормидонта Васильевича. Мой прадед, отец Константина Дормидонтовича. И относит его в музей, епархиальный музей. Марина туда пошла на всякий случай, а вдруг где-нибудь завалялось что-нибудь, или где-то там в каких-то изданиях есть. И тут вытаскивают, выложить как раз вот эту фотографию. Вы понимаете, это... Я часто говорю, у меня мурашки бегут. Причем очень интересно, что когда ты занимаешься родословной, ты начинаешь так чувствовать связь со своими родными телем. Я никогда их не знала, ни бабушек, ни дедушек. Но... Ты чувствуешь это расход, чувствуешь какую-то невозможную любовь. И я всегда говорю, мне родные говорят, как ты-то что-то... Я даже лица еще не видела. Там борода, там по лицу ничего не видно. Я увидела руку вот эту. Вот эту вот руку. И я говорю, это папина рука. Это моя рука. Вот вы знаете, ну просто никуда, не надо мне ДНК никакого сдавать. Вот это однозначно наши руки. Немножко об этом человеке. Его называли... Ну такое у него даже прозвище что-ли было, имя такое у него было. Его называли в Нижегородской губернии, в Нижнем Новгороде, отец-утешитель. Он работал всегда с какими-то сиротами, с убогими, с цеплями, с бедными цеплями на кладбищах. То есть отец-утешитель, так за ним и ходило вот это прозвание. О нем пишет Горький, в людях. И тоже мне мои коллеги представляют, твой, твой, да когда? Вот когда обнаружили, что это мой прадед. Маленький кусочек в людях, как Алеша Пешков, а он жил в соседнем доме, вместе с Покровским, дружил с его детьми. Его единственный раз в жизни там отправили пинками исповедь. А он боялся до смерти этой исповеди. Ну пришел к отцу Дарминдонду. Вы знаете, ну наверное надо желать и хотеть и читать между строк, когда, ну я все-таки со своим психологическим образованием это немножко вижу, глубже, чем обычный читатель. И ну хорошо, говори грешен там. И видимо вот это состояние человека, который прекрасно понимал подростков и детей, с ними все время возюхался, работало самого 9 человек детей. Да? То есть он блестящим был. Всем дал образование. Блестящий отец был. И вдруг мне там подался момент, что когда все уже, иди, иди отсюда, Алеша, иди. Вдруг Алешу прорвало. Видно, так его расположило это все. Он разворачивается из дверей и начинает в этом мацу Дормидону кричать. Я еще свечи воровал. Откежь ты воровал. А я и там, и там, и там воровал. Наверное, кушать хотел. Нет. Я просто так воровал, чтобы... Ну говори, нехорошо. Говори, грешен он опять. А я еще, а я еще, говорит, да идите, а я еще кидал, значит, землю в вашу собаку, еще кидал камни в вашу, там, беседку, которую дед Дормидон, он там вонючий какой-то, рядом звезденский пруд это был, и он все время пытался его как-то облагородить, там, что-то сделать такое, покрасить что-то все. И для меня как-то так стал близок этот человек, он сразу у меня к нему, я поняла, мой ангел-хранитель такой был, я, когда мне трудно, обращаюсь, в общем-то, к нему. Вот так я узнала о своем прадедушке. Помогло, в поисках помогло имя Дормидон, потому что оно редкое имя даже для тех времен, и я стала искать Дормидон, и все вдруг Дормидонтовичи, они вот на это имя ко мне стали, информация стала слетаться. Я еще хочу сказать, что, да, еще вот о Дормидонте, собственно, это важно, личность отца о влиянии на детей своих. Там был еще момент в его жизни описан, когда нужно было собирать благотворительность какой-то, типа одежды, что-то, беда случилась какая-то в Сербии, он проповедь эту говорит своим прихожанам, а сборов нет. И он говорит, ну, на веках вы не знаете, как можно, чем можно пожертвовать, да, если не деньгами, чем можно пожертвовать. И закончил свою проповедь, там стоял этот стол с этим подносом, он снимает золотой свой крест, которым он был награжден, он снимает свое верхнее одеяние священника и кладет на этот поднос. все, что он мог, показал. Самое интересное, что никогда такого в истории не было, пишут уже на нем, что набрали за два дня 48 кудов только в его приходе. Ну, это говорит о чем-то, вот, о качестве человека. И Константин был таким же по характеру. Ну, вот, я на свидетельство рождения, да, не саму метрику, я не добралась до этого, я архива, но это копия, заверенная копия в учебном его, в личном деле студента в ЦИАМе как раз полностью, и здесь же послужной список Дармидонда Васильевича. Вот первая фотография, которую я увидела такую его молодым. Таким он закончил с гимназием. Гимназию с отличием. Что мне здесь понравилось, я читаю его, по всем предметам там блестяще, отлично, отлично, поведение особо отличное, особо испытывает любознательность, ко всем предметам. То есть человек уже и наградил, Бог поцеловал, в лобик, вот любил он, хотя знаю, блестяще закончил гимназию, учился он 8 лет, достаточно долго, но тогда так, учились, там, видимо, еще был учительский, наверное, после окончания гимназии класс. Ну, куда бы, пожалуй, с этого поколения начинается то, что появляются светские специальности в нашем роду. И в данном случае это, конечно, императорский московский институт, университет. Тогда он был на Маховово, старое здание университета в 1884 году, как раз, когда, перед тем, как там появился Константин Доргидонтович. Здесь еще что я хотела сказать, да, еще чуть-чуть вернусь. Еще очень интересно, ко мне случайно попадает книга «Записки певца». Эта книга не издавалась в России, она издана в Америке, и написал ее его брат, младший, Александр, который был солистом Мариинской оперы-оперы. И в 19-м году он эмигрировал, работал в Парижской консерватории, и он написал мемуары. И вдруг я вот, ну, буквально, вот столечко нахожу характеристики, как они жили в доме, и характеристики своих братьев, в том числе и моего дедушки. Дедушка у меня там был герой, оторви, парень такой, любимец барышень, все притаскивал домой от оперных арий до каких-то песенных шансонеток, вот такой был человек. И младший брат его Александр считал его героем. А Константин, и он рассказывает, был еще Владимир, самый старший брат у них. Вот это удивительная для меня личность, которой все доверяли в семье, все младшие, потому что и своих детей ему перепоручал Константин. И когда моему деду была нужна помощь, он ехал и работал там его помощником, частно поверенным в суде. Такая, вот таким косвенным каким-то данным в Резипо обрисовывается очень стабильный, очень такой основательный после отца человек. Александр еще пишет о Константине, что именно Константин брал лузарку и научил видеть этот мир, видеть то, что не видят как правило люди. Если это была служба, то он всегда объяснял зачем, почему, как, для чего это делается, в каком порядке это делается. Он вводил его на солнышко любоваться с утра, где-то когда играет солнышко по весне, рассказывал все эти вещи. Отсюда Александр приобрел умение слушать, видеть, анализировать. То есть уже его характер ученого проявлялся. И когда Константин приезжает в университет, у него блестящий аттестат, естественно, тогда не было экзаменов, он поступает туда, и семья финансово жила очень трудно. И меня тоже следующий факт поражает, что он идет на педагогическую стипендию. Что это значит? Он после университета, получая стипендию в течение учебы, должен будет три года отработать учителем, просто учителем. И собственно, что и произошло, и наработал, он и работал после этого учителя. То есть он освобождает семью от трат, финансовых трат. Я могу увлечься, вы знаете, времени очень мало, там интереснейший вариант, в книге будет, как студенты тогда друг другу помогали финансово, как с этими стипендием поступали. Нам далеко для этого, к сожалению. Уже будучи в университете, он пишет научные статьи, его замечает знаменитый ученый-астроном Бридихин в Кулковской обсерватории, его туда приглашают на каникулы. Он участвует уже в каких-то практических экспедициях, и он уже работает, заведует целым отделом, общественным отделом. Есть на Унарско-Кузнецком мосту, сохранился этот дом, это дом-магазин обсерватории Швабы, известный магазин по инструментам астрономическим. он 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 есть воспоминания, как вел эти лекции, вел беседы, показывал небо в этой обсерватории. Одновременно он работает в обсерватории университета. получает диплом, и он работает учителем в реальном училище. Вот я все выписки нашла, даже где-то в штате. И одновременно он ассистент астрономической обсерватории Московского университета. Я опять даже написала в каких я искала архивах. Вот здесь в Москве он встречается со своей первой супругой Юлей Николаевной Мальковской. Они брак сочетаются и уезжают в 1895 году уезжают в Юриев. Юриев это Тарту в Эстонии в старейший университет мировой, где было 5 факультетов. Это немыслимо. У нас не было ни одного университета, где было 5 факультетов. И своя обсерватория. Вот здесь вы обсерваторию видите. Надо сказать, что вот эти 20 лет он посвятил этому университету. Ну работал и в других. Ездил уже, видите, по паспорту преподавал. Сначала его туда отправляют как сверхштатного ассистента из обсерватории. Он переходит на астронома-наблюдателя в обсерватории в Юриево и читает там лекции. Затем в 1906 году он начинает руководить этой обсерваторией. И так до 15-го года до своего отъезда из Юриева он и продолжает быть директором обсерватории, продолжая научную деятельность. Он организует экспедиции по затмению солнца различные. С студентами очень много работает. Очень поднимает молодых. Молодежь. Вообще любил молодежь. и именно в этот период написаны вот эти первые труды, о которых я вам показывала. Такие яркие труды его. Все остальные просто мне непонятны, потому что они уж очень специфичны именно профессиональны. Поэтому я даже ничего сказать не могу. Я просто верю мнению коллег, что это были серьезные труды. И вот тут я хочу остановиться на семье его. Потому что для меня как для родословной это было очень интересно. Ну его биографию ученого можно как-то еще восстановить по его трудам каким-то отзывам. А вот о семье вообще ничего нигде. Вот это первая его супруга Мальковская Юлия Николаевна. Удивительный человек сама по себе со своей судьбой. Но что мне удалось о ней узнать? Она закончила восточную консерваторию вместе со своей сестрой. Она из Бугульмы. Это первая женщина дирижер в России. Это первая десятка женщин, которые получили высшее образование в музыкальной сфере. Это блестящий исполнитель, это блестящий педагог, которая оказала огромное влияние на музыкальную культуру всей Прибалтики. Она давала концерты, преподавала, училась вместе с Рахманином, училась у Танеева. Очень талантливый человек. Все это газетные к сожалению снимки, нет ее фотографий, нигде я не нашла. прислали из Эстонии газету, старую-старую газету, справа фотография. Вы знаете, я почему ее сюда поместила, лица, конечно, не видно. Вот эта посадка, вот она, видимо, только что, то ли она только что после концерта, то ли перед концертом сняли. Ну, такая вот какая-то особая посадка женщин того времени, да, и того круга. Удивительной была мать, удивительный был человек, друг, соратник для Константина Ромид Донатовича, и очень он ее любил. То есть брак был удачным у этого человека. И у них рождаются, у них было четверо детей, три девочки и один сын. И здесь интересный опять момент, я закономерюсь в том, что это дело. Как только рождается ребенок, у него одновременно идет или рядышком сидит какое-то научное открытие, или какая-то огромная работа. Я говорю, это прям как подарок, то ли они подгадывают родиться, то ли он им подарок делает на рождение. Старшая его дочь, тоже очень интересная личность, Круглевская Людмила Константиновна, она прожила долго, но тяжелая жизнь. У меня нашла, видите, буквально еще совсем школьница, гимназистка, потом вот она уже начала учиться, она получила все возможное образование, какое можно было для женщины в те времена получить, владела блестяще, один с языками и наречами различными, два раза была замужем, первый это профессор Фиолетов, Теосов и Теолог, а второй знаменитая фамилия Круглевских, правнук Пущина, декабриста. Но оба брака неудачные были, у нее умирает ребенок от голода в девятнадцатом году, и в общем из-за того, что не было видимо детей, браки распались, она очень тяжело это переносила и ушла, переходит в, она очень набежная была человек, переходит в католичество. В сорок четвертом она преподает в Латвийском университете, в сорок четвертом году она эмигрирует, уходит сначала в Германию, потом уезжает в Америку, и там она в семьдесят втором году, я нахожу уже документы, где она постриглась в Монахине и преподает, и там она изучала диалекты индейцев. Я знаю место, вот нашли ее могилу, и написано там уже написано в этих списках, что сестра, сестра Людмила Круглевская, так она остается в фамилии, и лицо у нее такое кропкое очень, удивительный была педагог, в папу пошла, вот она пошла в папу однозначно, она блестяще преподавала, интересно преподавала, и они пишут ее ученики, нашли воспоминания, то есть многие средние оттуда шли. Оставаться ей в России нельзя было, потому что к тому времени отец уже погиб, был репрессирован, и ее дядя эмигрировал, то есть кончилось бы это все в лучшем случае лагеря, ей пришлось уезжать. Я о ней написала статью, она есть в газетах, рижская деводка, странная судьба рижской деводки. Двух сестер у меня его нет, я долго не знала информации, они и вдруг случайно опять, когда натопчешь везде в интернете, то тебе обязательно кто-нибудь открепится. Отвлекается из Америки со всеми с собой фамилией женщина, она уже потомок от второго брака мужа Лидии, дочери Лидии Покровского. И я кое-что узнаю, хотя немного, и я узнаю, что о Лидии вообще ничего не известно. Я ее два раза в документах встретила, ее упоминания, и она была беременна, и она в родах умерла в январе, в декабре 14-го года, в 15-го года, и родила сына Николая, и ее фамилия Мельникова была, военная. И потом я нахожу уже документы о блокадном Ленинграде, и там и сын Мельникова, и отец Мельникова, они умерли в блокаде. Что было в промежутках, знаю, что вот ее муж женился еще раз, и там шли потомки. Я пока ничего не знаю, но думаю, что я это все-таки раскопаю, а вдруг там какие-то косвенные еще родственники есть. Вот такая судьба совсем молодая, то есть девочке было там 18 лет каких-то, она там вот так вот погибла. И следующая дочь Елена, вот все, книга уже написана, ничего у меня нет о ней, и вот буквально вдруг приходит Штегман, я ищу Уфу, бомбила там разными запросами, я знала, что она с 16-го года преподавала музыку в Уфе, я нахожу вдруг выписку о том, что она похоронена в 1988 году на Уфимском кладбище, что она оказала большое влияние вместе со своим мужем, органистом, Штегманом, известным музыкантом, род музыкантов, даже сейчас потомки их славятся, она оказала влияние на музыкальное развитие Уфы, и у нее, у них была дочь, она герой войны, с японцами там в морском флоте воевала, библиотекарь, до сих пор вспоминают, как она национальную библиотеку башкирскую там в Уфе это организовала, тоже умерла вместе с матью практически одновременно, не была, к сожалению, замужем, детей не оставила, то есть веточка Покровских не имеет, вот, Константин Анатольевич к сожалению не имеет дальше потоков, и сын Владимир, он библиограф, наверное, самая судьба его такая вот сложная была после всех событий с отцом, он пытался добиться реабилитации отца, он пытался добиться памятной доски, был очень нервный такой человек, мало о нем что известно, но благодаря каким-то запискам, каким-то его воспоминаниям, каким-то его статьям я очень много узнала о внутренней жизни семьи, он скончался в Москве, в одиночестве, семьи, судя по всему, не было, и только из Пермского университета, из музея работники, они были рядом, они помогли ему, и они по его завещанию захоронили его прах рядом с матерью, кстати, когда умерла мать, она похоронена на на тактусском национальном кладбище, и памятник, который сделал Константин Дарвидонтович и в Германии, до сих пор считается достоянием города, туда водят экскурсии, я хочу съездить, все-таки побывать там, фотографии хорошие я не нашла, к сожалению, и там выбиты слова, ноты трону Маши Медрессон, вот такой там памятник, если когда-то побываете, вас проведут на экскурсию по интересным таким местам, вспомните мой рассказ, вот такая совсем-совсем плохенькая фотография попала, здесь просто видно, что вот она вся земля еще, в 903 году там, но лиц, конечно, уже совсем здесь не видно, но она сама по себе для меня, как занимающаяся голословной была, любопытна, очень интересно, что так и продолжает Константин Дагмитович думать о своей семье, а в чем, собственно, заключается эта дума, вот это его брат младший, Михаил, можно сказать, это наше, я бы сказал, я болтус, у них очень интересно, у них дети были, они как-то старшие были все серьезнее, серьезнее, средние, они герои типа моего деда, отъявленные такие экстремалы все время куда-то в каких-то истории, но тем не менее уже образование получили, а дальше шли лирики, Александр, который был певцом, и Михаил, который в конце концов все равно выучился и стал преподавал учителем, но вот он, оказывается, я посмотрела по документам, он закончил, тоже эстонским документом, он закончил гимназию в Юрьеве, значит, его Константин взял к себе, чтобы легче было семье, значит, у него не просто своя куча, мало-мало-меньше, так еще и еще сестра его второй жены там будет с ними, то есть там такой, ну и в ковчег, и я нашла его личное дело в институте ветеринарии, куда он поступил, и там все время ходит этот Покровский, Константин Томитович, ходит и просит, и прошение пишет за своего брата, потому что то он болен, то он что-то прогулял, то он там что-то он платит за него, в конечном итоге там любопытная такая записка, что он там отучился этот год, и, видимо, совсем безнадежно это все, и, дали ему заключение врач, нервы, нервы у него ни в чёту, и у него неврастения, он страдает неврастения, поэтому учиться он совсем не может, ну, не знаю, неврастения ли, или, это как у нас очень молодых наши хитрости, но факт тот, что Михаил уезжает в Нижний Новгород, он отправляет его к отсцу туда, потому что у него подходит время воинской службы, и чем там дальше закончилось, я ещё пока не копалась, только увидела однажды, что он был учителем, уже в каком-то училище, значит, что-то он образование получил, но то, что это было на плечах у Константина, и очень непростая забота, это точно. В Юрьево, мне интересно, как же в таких разных концах страны взаимодействовала семья, он наезжал часто в Нижний Новгород, он встречался с Горьким в течение жизни, они дружили, они мальчишками играли в войну с Горьким, и Константин, опять, интересная характеристика такая личности, он берёт на себя, ну, когда Турецкая война прошла, он, Алёшка кричит, я буду русскими войсками, ну, Константин говорит, ну, ладно, ему сам процесс интересен, не просто игры, а сам процесс, ну, как, если не будет руководителя воинского начальника у Турка, то и игры не будет, и так далее, всё, и вот так они и вспоминали потом с возрастом, как они это играли в эти игры, и вот ещё два брата, которые мне известны, это мой дедушка слева, в 1896 году фотография, единственная фотография, которую я нашла в университете, то есть он ещё совсем молоденький, он был юристом, закончил юридические, несколько университетов прошёл, то есть от Михаила недалеко ушёл, тем не менее, получил это образование, и он был присяжником повереном в Уфе, но в 1903 году он отправляется на практику в, опять же, Юриф, и был помощником подросткового, подросткового, подскажите мне это, инспектора. Значит, опять, где он жил, не знаю, может быть, у Константина, может быть, это рядом, но факт тот, что они общались. Здесь же, в Нарву, на дачу, очень любил и жил там, его ещё один брат, Александр, это уже немножко позже было, и со своей семьёй. Значит, они все общались. Семья была дружная в этом плане, помогали друг другу. Это певец, известный, пел с Шаляпиным, пел в Дягилевской труппе, и он взял, почему Александрович, он взял псевдонец, цинический Александр Дмитриевич Александрович. На самом деле, он покровский Александр Даримедонович. И вот по его книге я много что узнала. Что случается? В общем, всё идёт, жизнь всё равно налажена, у всех всё хорошо. И идут какие-то научные открытия. И в 1914 году, в январе месяце, 10 числа в ночь, умирает от рака Юлия Николаевна. Девочки на выданье, девочки ещё не оперились совсем, и 12 лет Владимиру сыну. Потрясение было страшнейшее для Константин Даримедоновича. И я посмотрела документы в личном деле того времени. Он и расписание его занятий, журналы смотрел, университетские. Он не на день, кроме дня похорон, не оставлял работу. При этом он тут же идёт, я обратила внимание на даты, идёт к нотариусу и переписывает завещание, которое он перед этим написал. То он ей всё завещал, а теперь он на детей распределяет. И вот тут он обращается, как бы их опекуном делает, Владимира, и очень мудро поступает. Всё мои доходы от моих трудов, всё моё движимое, недвижимое, но недвижимостью у него никогда не было имущества, разделяет корону между детьми и за этим не выдаёт им на руки, а разрешается брать только по кусочку, ну как бы дивиденды, чтобы они могли жить. А то же молодые, они же всё это тут же спустят. Он в этот момент подумал, это неделя прошла после того, как умерла мужа. Он думает опять о семье. Меня это потрясло, я видела эти завещания, меня это просто потрясло. Через год прошёл траур, через год в марте месяце он женится на купеческой вдове Керченской Евгении Григорьевне Воробьёвой, а рождённая она была апостолова. Были у неё дети, я не знаю, они нигде в документах не мелькали, нигде в воспоминаниях не мелькали, возможно, что и нет. Вот такие вот составы тоже фотографии, я вот как-то немножечко отработала, её видела. Вы знаете, ему опять повезло. Это была удивительная женщина. Она до конца дней была соратником, другом, матерью для его детей. Они её приняли, то есть она вообще до последних дней его не отступалась. Её знают, когда организовывали Пермский университет, она была, её так назвали, ректорша. Она ходила, помогала организовывать всё. То есть, ну, в личном плане его, конечно, очень и очень повезло. Вот, к пятнадцатому году вот такой красивый мужчина был. Он, конечно, по-моему, на отца очень похож. ещё очень интересно, что когда на него падали очень много бытовых каких-то забот, потому что я опять читаю, перечисляю личное дело постоянно, то дрофа нет, то квартира не в том состоянии. Они там раз в день поменяли эти квартиры, и всё время приезда эти. Вы понимаете, работать мужчине в такой обстановке, вот я просто поражаюсь, что при этих хлопотах, и жена, видимо, уже болела тоже, при маленьких детях, на нём лежали ещё и вот эти бытовые хлопоты. Но женщина тогда не могла, что могла сделать, а обо всём захотелся глава семьи. Вот такой интересный у меня из очень скучных, казалось бы, документов эстонских обрисовался, он обрисовался как семьянин, как человек. И когда, вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что наступает 15-й год, Первая мировая война, надвигаются сюда войска, встаёт вопрос о эвакуации Юрьевского университета, куда, что, как, а тут ещё вот только что похоронил свою супругу. И я нахожу один документ очень интересный. Вот такой вот этот вот документ, который справа. Ему дают удостоверение, то есть ему поручает, он прекрасный организматор, ему поручает свыше искать место, куда эвакуировать университет. При этом не освобождая его ни от научной, ни от педагогической деятельности. А в те времена это не так село самолёт перелетел, да? То есть он должен был поехать в Нижний Новгород сначала, потом там облом полный и он ездит уже на Урале ищет место и договаривается встречи, при этом ещё работает. Более того, это 15-й год и в этот момент он только что потерял мать в 909-м году, он только что потерял жену, у него девчонки на выдании, которые требуют внимания, у него выходит замуж вот это его вторая дочь Лидия, и Лидия умирает при родах, то есть это конец 15-го года, буквально через год после матери она умирает, и это всё, и вот он с этим скармал, и вот я нахожу эту подорожную, как я её назвала, я не знаю, как называется это справочка, такое удостоверение, подорожное, и тут очень интересно написано, ведь она разрешалась только 10 пудов с собой взять груз, да у него этих книг этих сколько было, а их там вон, семейство какое, значит, это разрешают взять с собой, и тут перечислен кто с ним едет, и вот отсюда я в уголочке то и нахожу вот эту Лидию, а потом по следующим сведениям неизвестно, что она там беременна, ещё и беременную дочь с собой тащит, и значит, и прислуга с ними одна служатка едет, и они едут в Нижний Новгород, где умерла Лидия, я не знаю, потому что она могла вернуться в Юрьев, поэтому это пока ещё предстоит узнать, и вот такая вот интересная-интересная бумажка, мимо которой я почти чуть не пролетела в архиве, внимательно всегда смотрите, когда ищите, и они приезжают в Нижний Новгород, и здесь город отказывается брать университет, Горький разочарован, он разочарован, как, он местный, думали, его там послали, потому что он местный, знает город, что-то получится, ну не хочет город брать никак, и не пустил, и тогда опять, и в этот момент он защищает докторство, вот вы понимаете, ну вот как, у меня не помещается там в голове, вот всё, вот в этот 15-й год, он едет, ему, они возвращаются, он ли, или они возвращаются в Юрьев, но он продолжает работать в Юрьеве, и уже опять в 15-м году его направляют на Урал искать там города, он едет сначала в Уфу, там, в этот момент рождается мой папа, там его, он наверняка не встречается, я так представляю, как они, вот у него только что племянник родился, мой папа, значит, там они встречаются, Уфа большой город, но не дозревший до университета, у него нет технических возможностей, что нет, где в медицинском факультете практиковаться, нет помещений, нет где расселять, и они вроде не против, но не могут принять, он едет в Екатеринбург, а там хитрая такая история, воспоминания к Владимиру, отец так ухмывлялся про себя, там их главное духовное лицо получается по статусу по ченотабель равноценно по Кровскому, а университета нет, он был выше всех, там старше всех, там почти, а тут вдруг появится еще одно важное лицо в городе, и стал тормозить, 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 там тоже не получилось, очень переживал Константин Армидонтович, когда ехал в поезде этот момент, и приезжает он в Пермь, и вот Пермь оказался благодатным местом, где и желание учебного было, и был замечательный человек, Мешков Николай Васильевич, если бы не он, конечно, может быть, университета и не было, потому что он был меценат, он был богатейший человек, он был купец, он был промышленник, и уже вот эти вот силы, огромная пробивная сила Константин Армидонтовича и Николая Васильевича, он отдает свои какие-то дома, которые он строит, в общем, налаживается, в общем, открытие Пермьского университета, вы знаете, это отдельную лекцию надо дать, безумно интересная история, и такие, вот дом, отдан, нашлежный дом Мешкова, отдан под нынешний второй корпус университета, он до сих пор жив, и я там была, ходила, дышала, воздухом, там же музей этого университета на охоте, я современную даже не стала вам фотографии туда давать. вот здесь проявились организаторские способности как раз Константин Тарвитович в полной мере. Открытие этого университета безумно сложно было, а тут уже революция, а тут уже эти волнения, а тут уже потом гражданская война, то есть он там пробовал с 16-го года, с 15-го, по сути, с 16-го года до 18-го года, до конца, до 19-го, начало. Это тяжелейшие были годы, вот уже после того напряжения еще вот эта организация была немыслимой, и они поднимают, сначала там был, хотели Юрьевский университет туда переехать, ну, отменили, Юрьев переехал в Воронеж, ну, уже все, организация сделана, и в 16-м году они делают сначала филиал Петербургского университета, а потом свой Пермский университет через год, и он становится первым ректором этого университета, то есть, по сути, он и основатель, и первый человек, который заложил традиции, которые живы до сих пор в этом университете, я в этом убедилась. Здесь очень интересный момент, когда открывали этот университет, не хватило профессуры, нет профессуры в стране, и тогда молодых, совсем, начинающих, педагогов, еще так, ну, профессоров таких еще, едва-едва, только потому, что они преподают, особенно петербургский, зовут туда, дают им великолепные условия, которые немыслимые в других университетах, и туда, когда студенты открывают рот, и смотрят, приехали, значит, где профессуры, где борода, где, значит, седины, приезжают молодежь, блестящая, самая талантливая молодежь, после которой они впоследствии стали блестящими учеными, и вот эта молодежь такая, передовых взглядов, либеральных взглядов, пассионарии такие приехали, это был, конечно, праздник для студентов, набор был потрясающий, и на платные, и на бесплатные, и в городе был праздник, и иллюминация там была, разрешали пить революционные песни, понимаете, сказали полиции, не трогайте в тот момент, в Мариинской гимназии, кстати, в те времена тоже наша родственница Пашихина Татьяна была директрисой, сделали концерт большой, вот эта комиссия, которая по открытию, Покровский справа сидит в первом риту, крайний. Это собрание, узаконивали, ну, документы, которые говорили об открытии, и вот она, Мариинская гимназия. Снимок того собрания большого, и студенты были, и все, вот сама Мариинская гимназия, я в этом году видела ее расписание торжеств было, и здесь Константин Армитонович произносит вот эту речь, речь, пламенную речь, и здесь интересное, что мне важно было, проведем наш праздник с радостью, с упованием на яркое, светлое и прочное будущее, а здесь политическая вот такая неразбериха идет, то есть он внутри человек, заинтересованный был, он начал верить, что может что-то с новой властью и получится, светлое будущее, это, может быть, как раз и стало его взглядом таким, человека, видящего, стремящегося в хорошее будущее, ну и он был очень крайне либеральных взглядов, я думаю, он верил в тот момент, но начинаются, начинаются занятия, и у него очень интересное окружение, вот его друг, Молборозов Николай Александрович, сам по себе, интереснейший человек, он участвовал в покушении на царя Александра Второго, он просидел почти всю жизнь в Шлиссетбургской крепости, он не имел официального образования, но при этом, это директор естественного научного института имени Лесгов, то есть это человек, потрясающий, эрудиции, ума и передовых тоже взглядов таких, и вот Константин Армедонтович пишет ему письмо, маленький такой момент, если уцелеет университет при всеобщей полной разрухе, он будет иметь громадное значение в созидательной культурной работе, в работе нового строительства жизни, ведь он все-таки верил в революцию, он ее не совсем поддерживал, она не та революция, которой он стремился внутренне, но он в те времена он еще верил. Начинается гражданская война, то есть там описано, что в этот момент в университете творилось, что работа шла, работа шла, но была разруха, и война, и революция сделали свое дело. В 18-м году Колчак, то Красный, то Колчак, и Владимир читает это приветственное слово, когда Колчак пришел, потому что пока не понятно еще кто и что и как. в конце концов, в конце 18-го года университет эвакуируется в Томск, и Константин Драмитонович вместе с семьей туда уезжали, вместе с ними. В Томске, да, он в Пермском университете, он дважды подает прошение об отставке, его не отпускает. Он говорит, я не могу больше, все, я так устал, пожалуйста, новые силы, молодые, я просто не могу, физически не могу больше, очень устал, его не отпускает, это только со второго раза, с большим трудом, потрясающе, я не стала сюда говорить, потрясающей была, в книжке прочитайте, потрясающая речь была, его коллег к нему, то есть вот эта речь, она мне очень многое рассказала об этом человеке, с каким уважением, с какой любовью они о нем отзываются, его отпускают в отставку, и вот они уезжают в Томск, в Томском университете он оказался единым руководителем, который в 23-м году открыли обсерваторию, но он уже, его там не было, но идею заложил он, и, он уже стал основателем кафедры астрономии и геодезии, кстати, эта кафедра работает, и обсерватория до сих пор, все возвращаются после гражданской войны, возвращаются в Пермь, он не возвращается, хотя не прерывает связи с университетом, он его направляет в Пулково, в старейшую обсерваторию, крупнейшую в те времена, и в Пулково он руководит Пулковской обсерваторией вплоть до 1934 года, с 1920 до 1934, до 1940 лет, тоже сначала начинает, потом он руководитель рукой, вот здесь идет научная работа, опять все та же интенсивная научная работа, и он в декабре 1927 года, он становится член корреспондентом Академии наук, вы знаете, что мне интересно, что вы тут, я не знаю, мне показалось это унизительным, человек с таким именем, его заставили здесь, ну как бы подтверждать звание доктора наук, человек уже несколькими обсерваториями был директором, имеет труды мирового значения, но как-то мне показалось это, ну, пересдал, подтвердил, его, о нем вообще говорят, что он даже в 60 лет, он был, считаем, стройным, подвижным человеком, энергичным очень человеком, и вот тут начинаются скорбные моменты в его жизни, знаменитая Дроздовская эпопея, или, как и позже, Пулковское дело, когда советская власть начала уничтожать, по сути, научную элиту, и во главе обсерватории, и в данном случае ставили аппаратчиков, которые ничего в этом деле не смыслили, и просто дело начало разваливаться. Я не знаю, каким образом Константин Дорвиндон, ты вы чувствуете, тоже для меня показатель, удалось избежать в этот момент репрессии, может, потому что еще не разогрелась она вот в том смысле 1908 года, он в 1934 году перейдет был в Одессу, и как он смог стать член-корреспондентом, не будучи партией? Вы понимаете, то есть, насколько его звание ученого было в уважении, что даже это ему простили, и не знаю, приставали к нему, не приставлю, но у меня это никак не укладывается в беспортии, до конца жизни своей. Может быть, это в этом тоже его честность, потому что вряд ли он разделил до конца взгляды, потому что он написал в дальнейшем статью, из-за которой, собственно, и погиб скорбные страницы в истории Пуховской обсерватории. А вот здесь очень интересный находка была. Но вот Томский университет, и вот обсерватория Пулковская, и вот интереснейшая фотография. Она была снята, переснята очень неудачно в Пермском музее, я это нахожу. Там написано, что это 24-й год или 25-й. К ним приезжал Фрунзе и Лулачарский, Покровский. Представляете, он здесь в форме. Вот я вам о легенде семейной говорила, да? Он военную форму носил, и там было представлено военные, прикомандированные военные геодезисты, и он находится в форме. Но фотография сама по себе очень любопытная. Владимир, для Владимира Владимир был гораздо старше. Это мальчик лет 12. Рядом сидит, я знаю по фотографиям, это, как она сидит, это его вторая супруга. Кто рядом, не знаю, на сестру по другой фотографии не похожа на его супруги. Девушка непонятно, это непонятно, а мальчик, смотрите, это близкие для него люди. Он держит такой. Я в конце концов думала, думала, считала, считала, но лицо очень трудно разглядеть, у меня нет детских фотографий папы моего, но почему-то папа знал, что он преподаватель откуда, не только по рассказам. И знал, что в Петербурге, а может быть, это мой папа, который приехал к нему летом погостить. Вот такая интересная. То есть я утверждать не могу, но по расчетам по всем, там в другой никто не вписывается. А может быть, это сестра моей бабушки, у которой фотографий у меня тоже нет. Может быть, когда-нибудь эта интересная фотография прояснится. Вот такая находка. В 1934 году его отправляют в филиал в Полковской обсерватории в Одессу обсерваторию при университете. И там он становится 248-летним обсерваторию вплоть до 1944 года. И вот здесь начинается обычная жизнь. Вот эти четыре, вот эти десять лет, она ничем особо не отличалась. Обычная работа, какие-то научные труды, да, то есть она с событиями ярко не отличалась. Но вот наступает война, Одессу сдают очень быстро. Есть, я читала очень много на этот момент, что бросили даже тех, кто охранял Одессу, даже не сказали потом, что отступают войска. Там погибло очень много наших, кто держал оборону Одессы. По пять тысяч платили, чтобы выехать из Одессы эвакуированные, переполненные были и корабли, и как только. То есть страшное дело. У него две тяжелогольные женщины уже во руках, жена и его сестра. А ему уже 73 года. Просто в силу этого не смог, и очень многие не смогли выполниваться в силу этих обстоятельств. В Одессу приходит Румына. Там хитрая тоже история историческая, что-то. И они считали, что Одессу им как бы должны были отдать. Это их очно. Поэтому они по сравнению с немцами были очень лояльны к нашему населению. Не было тех звезд, которые творили немцы. И они старались уберечь, не разрушать Одессу и уберечь это все. И в первую очередь, а там оказались его ученики и его коллеги астрономы. В первую очередь они пришли к нему, а он жил тогда в обсерватории. И поставили охрану, просили продолжить работу научную. И Одесса, благодаря его имени, вот эта Одесская обсерватория, даже собрание сочинений Ленина сохранилось в библиотеке. Более того, потом, когда восстанавливали имя, из протоколов с допросом было видно, что там хранилось оружие подковщины. И это даже не учили. Он спас очень нескольких человек от плена немецкого профессора, спас от голода. А куда деваться, надо было работать, как-то есть, надо было, да? Ну, продолжал университет продолжал работать, и вы, что учились там русские. Но в дальнейшем румынские власти переделывают его в антигоммунистический институт, социальный институт, и принуждают, буквально принуждают профессор продолжать там работать. Потом практически вся профессора была регрессирована нашими властями. Заставляют читать лекции. И одна из лекций прочитанная, собственно, она единственная была, прочитанная Покровским, это было как раз скорбные страницы в истории Полковской обсерватории. Ничего против советской власти он там не сказал, он просто рассказал историю, как скончалась эта Полковская обсерватория. И писал статьи научного характера о комете в газетах, то есть требовали, чтобы создавались ощущения мирной жизни в это время. То есть он был честен, полностью был честен в своих убеждениях, в своем поведении. Когда пришла советская власть, на следующем, буквально 11 мая, буквально через три дня после входа власти, донос его заместителя в обсерватории, я знаю имя, я не буду называть, я знаю, я видела фотографии, но трудно сказать, вы знаете, время такое страшное, непонятно, там же выбивали эти доносы, только так, но потом психология нашего человека, в те времена после 130-х годов, это же доносительство было, и там, и там, и тем доносили, и этим доносили. В общем, 11 мая его арестовывают, сначала в Одесской тюрьме, потом увозят в Киев, и я, мне прислали выписки из его дела, репрессированного дела, следствия, допросы, во-первых, пытали, по датам, то есть, каждый практически день вот этого старика, не давая спать ничего, его приводили на эти допросы изнурительные, он нигде не сбился, он продолжал говорить, знаете, очень часто так пишут, потому что согласен со всем, я уже и предателей, нет, нигде, ни одной фамилии не назван, все мои отношения чисто деловые и были с людьми, ни одного из их группы, их собрали, всех профессоров там практически арестовали, пытали его, жена пыталась передать ему коврик для спанья, потому что он болит и какую-то сумму или какую-то еду категорически не разрешили, в холодных камерах держали и после его смерти заключение было такое от старческой дряхлости, а когда есть описание медицинское, там явно следы пыток физических были, а ему было уже 76 лет, и не дождавшись ни приговора, ни суда должны были на суд вести, он умирает в тюремной больнице 5 ноября 44 года, дата смерти его не была известна, ее удалось, мне удалось ее точно установить, если смотреть там в каких-то документах в интернете, вы не найдете этой даты, вот только то, что от меня уже пошло исправление, вот так закончилась жизнь величайшего просветителя, величайшего ученого, блестящего педагога, и удивительного человека по своему достоинству, по своему убеждению, который не предал даже такие маленькие детали, которые я вам сказала, не предал себя и свою родину не найдет, одесская обсерватория смогла начать работу буквально на следующий же день, она ее и не прекращала, и работает до сих пор, и реабилитации, сын добивался, реабилитации не смог добиться, и именно Одесский мемориал, Одесский университет добился его реабилитации, но только в 1991 году, в 1992 году в Пермском университете была назначена именно стипендия лучшим ученикам, 12 стипендий, 12 ученикам, память его хранят, вот из Одесского мемориала упала еще одна жертва, попавшая в чудовищные жернова политических репрессий, ушел из жизни выдающийся ученый человек, высокого долга, учитель, символ, бескорыстного служения своему народу, часы его жизни остановились и наступила вечность, Одесский мемориал, и они мне очень помогли тоже в поисках, за что я им очень-очень благодарна. даже здесь и в заключении и в реабилитационном документе написано о том, что даже по материалам допросов нету состава преступления, он не виновен, не просто реабилитировали, а признали, что он вообще не будет виновен. Вот эта интересная звезда в июне прошлого года я была приглашена на открытие мемориальной плиты на аллее должностей и славы в городе Перми университета. Я встречалась с ректором, с как они называются, в общем, с властями городскими и области, губернаторами. и еще я получила вот такой документ, паспорт, сертификат о заложении вот этой звезды. Есть в моих путеводневниках есть ссылочки на то, как это проходило, это очень красиво было сделано, очень достойно было сделано. Вы знаете, и вот здесь я стояла, розу я положила ему на эту плиту, я стояла и думала, ну вот ради этого стоит. иногда очень устаю, чем я занималась. И, наверное, случайно я первым этим человеком нужно было установить это. Нужно. И надеюсь, что книга в ближайшие же месяцы выйдет. Не знаю, как она написана, но тем не менее, я оставалась. И еще много, много чего я просто не смогла вам сказать. Вы уже время не откладываете. Вот все, что я хотела сказать о Константине Дармидовича. Вот таком светлом, забытом, вычеркнутом из нашей истории и из истории назад. начинали. Спасибо. Очень большое. Еще я вот какие-нибудь вопросы буду... Вот всего несколько наград. Я сделала такой плакат, что может, хочет поближе посмотреть здесь. это те университеты и аксербаторию видеоработы по его словам, его подпись. Я сделала такой плакат по дуре на участие. Спасибо большое. Спасибо большое, Алена. Сейчас у нас фотографирование. Да. Сгруппировались, быстренько сфотографировались. Вопросы. Да, да, да. Ходил вопрос. Не совсем монифицирован на себе Дорвинонт Васильевич. Его родословная, как проявление и так далее, священное. Да. Его родословная вы знаете или нет? Она откуда? Она Нижегородская губерния. С какого времени? Примерно с начала семян. Я дошла до начала восемнадцатого века. Вот меня интересует, где вы нашли документы? Что же? Где вы нашли документы? Нижегородская ревизские сказки. Это все позже. Это все позже. Меня интересуют например 1700-1700. Вы знаете, здесь я примерно прочитала, потому что если это отец, я нашла даты последней, потом я вижу это 1756-й там вот значит папа родился где-то Дело в том, что в РГАДА туда еще не ходила. Мы не ходили туда, там есть служащий как сказать обслуживающий читальный зал Сергей Васильевич по-моему он оказался из тоже Нижегородской губернии в общем-то по происхождению и он мне сказал, что в документах вот на этот период, который меня уже интересует переписанные книги он сказал документов никаких по церковным делам нет это начало 17-го я даже с Татьяной Львовной разговаривала на эту тему и она мне тоже сказала, что документов никаких нет по ревистским сказкам в Нижегородском архиве у них же есть огромная картотека они сделали по Птуховецку огромную работу провели и там все с Успенскими связывалась которые работали по Покровским как раз они, оказывается, в родстве тоже в таком свадьбе находятся и тут еще я получила сейчас подтверждение потому вот вот у неожиданной ветки которая открылась по Покровским а они в родстве вот с патриархом и они делали его родословным и в общем их пустили и у него сын работает в епархиальном музее в общем они мне такие документы прислали что я просто смотрю у меня таких даже нет я больше даже со слов знаю исследователей но я доверяю этим исследователям из Нижнего Новгорода а когда мне прислали вот этот вот огромный документ да я еще не открывал даже только но там конечно доступ был к архивам ко всему у него договоренность у них есть с этим Нижегородским архивом что он снимает все документы имеет право снять потому что он делал вот это вот так основное как раз поэтому сейчас он будет еще копаться подтверждать еще еще но по подсчетам моим уже то есть мои последние сведения после 50-го года 1750-го года значит я пример почему родители это там имя известно вот родители это там вот так а фамилии сами они возникли позднее даже дело не фамилии а сами люди дело в том что мой предок например вот там он из семьи попал ну маленькая тоже еще приходит его сейчас нет это место это на самом на улице и дальше переписной книги нет уже ничего абсолютно и они говорят что документов никаких не там не интересовало то что он вотчина суздальского девичьего покровского монастыря а он же здесь суздальский я их спрашиваю там все помогла опросила они были назначены командированные или местные документы откуда уже дальше еще происхождение как назначили например вот попом там служителям данного прихода откуда вот этого конца мне сейчас с одной стороны я так разочарованно что нельзя поглубже заглянуть а с другой стороны мне облегчает что мне не надо время тратить раз этого нет я хотела еще покопаться конечно в нижегородском вот в роганах еще впереди просто сейчас только работы у меня столько работы которые нужно привести в порядок потому что я уже нашла ну нет это только первые у меня там еще пять лежит полу написанных поэтому мне надо просто привести в порядок иначе можно просто засыпаться спасибо